Всем привет от Драндера, и совсем недавно я достиг 10 тысяч подписчиков на моем канале, и для меня это очень огромное число, ведь тех кто смотрит русских гд ютуберов уже не так и много, и честно сомневаюсь, что я когда-либо достигну здесь более 100 тысяч подписчиков, поэтому сделаю историю того, как я набивал их, и что вообще было раньше, надеюсь вам такое понравится. И да, я постараюсь рассказать как можно больше подробностей, думаю, что ведь так будет гораздо интереснее. Откуда и когда я вообще узнал об игре? Это было в 2014 году, когда не помню точно у кого, но видел игру The Impossible Game, и она меня сильно затянула, настолько сильно, что когда одноклассники позвали меня играть в Geometry Dash, я отказался, не спрашивайте почему, я сам не знаю. Но вот, 2 января 2015 года, именно тогда я посмотрел летсплей ПГД, и магическим образом меня это заинтересовало, я тоже захотел поиграть в неё, я не знаю, почему мне она зашла только после ролика какого-то ютубера. Эх, а ведь я помню, как мне говорили, что в Geometry Dash ничего сделать не смогу, ибо она сложная. И вот я скачал версию 1.7, не зная того, что есть 1.9, и начал играть. Конечно же, после The Impossible Game было попроще, ведь примерно механику я понимал, разве что физика другая, и хитбоксы. А точнее, в The Impossible Game их в принципе нет. Хотя в The Impossible Game я играл только на память, я запоминал каждое нажатие, и не мог набрать никакой скилл, а вот именно в ГД я его начал набирать, и прошёл первые 4 уровня за первые сутки. Первый за 11 попыток, второй за 70, третий где-то за 210, а за сколько прошёл четвёртый уже и не помню, если честно. Затем мне захотелось посмотреть прохождение остальных уровней, так как было интересно, что же там происходит. Увидев джампер, я подумал, что я его никогда не пройду, ибо там было столько всего, что это ну просто не для меня. А когда смотрел прохождение клапстепа, я абсолютно ничего не понимал, что там вообще происходит. Зато, примерно в то время, я создал свой первый уровень под музыку Клоттерфанг, не знаю точную сложность, ибо лишь отдалённо помню уровень, но это вряд ли тянуло даже на Изи Демон, однако, в те времена для меня это было очень трудно. Проходя к Антлет Гоу, меня по скиллу хотел обогнать один Одноклассник, и он был близок, а я этого не хотел, ведь согласитесь, не очень приятно, когда тебя кто-то обгоняет. И вот, спустя небольшое время, я всё же про шоу-джампер, и тайм-машин тоже, после чего, просыпаясь утром и залезая на ютуб, увидел прохождение 18 уровня, Теорию Феверфинг 2, хотя я не знал о его существовании, ведь у меня была версия 1.7, и поэтому я даже не поверил в то, что есть 18 уровень, когда у меня не было из 16. Но, когда я увидел там другую музыку, а в 1.7 нельзя было ставить кастом треки, и увидев новые режимы, я был в шоке, найти эту версию я почему-то не мог, но зато скачал все три видоса с последними уровнями и много раз пересматривал. И всё же, через какое-то время, я нахожу версию 1.9, но не знал, что делать, ведь аккаунта у меня не было, а новую версию очень хотелось. Я всё же решился скачать новую, потеряв весь прогресс, но это было не так важно, ведь у меня появилась возможность играть в 1.8 и 1.9 уровня. Открыв, наконец, клап-степ, а он открывался тогда за 20 монет, а не за 10, я захотел всё же попробовать и узнать, что это такое, и после того, как сыграл первую практику в 500 попыток, понял, что смысла проходить его нет. Потом я вспомнил о существовании старого ноутбука, на котором можно было иногда поиграть. В поисках 1.9 на комп я начал искать в группах ВК ПГД. Так я столкнулся с нашим комьюнити. Я часто стал скидывать туда свои достижения, уровни, ну и общался с некоторыми. Тогда комьюнити было подобрее, мало агрессивных челиков и больше ламповости. Именно тогда было то самое время, когда были шутки про бэконтрек, и то это было ещё актуально. Не то, что сейчас. Хотя некоторым и до сих пор нравится так шутить. После долгого фарма монет, так как я был тогда всё ещё новичком, наконец набил тридцатку и набил Теорию Феврифинг 2. Поиграв и в его практику, я понял, что это божественный, но слишком трудный для меня уровень, и решил, как и Клапстеп, отложить на будущее. Наконец, я прошёл все официальные уровни, оставалось только два демона, но я не спешил с ними. Узнал о том, что вполне способен пройти за Найтмэр, тренировал его как мог, и набрав 33%, понял, что я в принципе могу его осилить. И через какое-то время я сделал это, я смог пройти свой первый демон, хотя всегда думал, что количество пройденных будет нулевым у меня. После этого, я понял, что раз я прошёл его, то смогу пройти и другие. Ну и так и произошло, я прошёл Зеландник Роад, и затем мой демон Миксед. И после этого, я начал проходить Клапстеп. Время прохождения я не помню, но было достаточно долго, я даже помню, как бомбил с фейлом на 97%, если не ошибаюсь, то это мой самый жёсткий бомбёж за всё время игры в ГД. Моим пятым демоном была Теория Всего 2, там, кстати, тоже была жёсткая реакция, когда слил на 95%, но не такая, как на фейле в Клапстепе. И вот, проходит время, я набиваю звёзды, набивал монетки для статистики, ибо во времена 1,9 считалась чем-то важным, вся статистика. Сейчас же так мало кто считает, но не суть. Добил 15 демонов и 17 звёзд, после чего 1 июня 2015 года мне купили адекватный для тех времён телефон, после чего я мог играть только там и забить на ноут. Кстати, забавно, то что ноут не мог протянуть 30 минут игры в катаклизм, после чего вырубался, а версии выше 1,9 вообще не тянул. Ну я думаю, вы поняли, почему я перестал там играть. Самое смешное, что пароль к аккаунту был введён русскими буквами, а ввести их можно было только на компе, из-за чего доступ к акку я потерял. И я решил начать всё заново, с нуля. В итоге набил на новом аккаунте всю свою статистику и начал делать много НК уровней, которые были совсем бессмысленными, но собиравшие более 100 лайков. И вот, в июле 2015 года я поставил тот самый айконкит, который стоит у меня сейчас. Куб, самолёт и окрас я не менял именно с того времени. Остальное всё же менял иногда, но само основы нет. Также я создал свою группу ПГД, где люди делились своими достижениями и общались, но она в итоге рипнулась в 2016-м, набрав, ну, тысячу подписчиков. Потом я стал развивать себя как креатора, начал пилить не только НК, но и под конец 1.9 я сделал два таких. Один из них, который не вышел, я удалил его, потому что не успел сделать до 2.0, хотя сейчас понимаю какая-то ошибка. И вот, долгожданный выход той самой обновы 2.0, которую ожидали все. Я стал ещё больше пытаться получить фичер, но выходило всё ещё хуже. Прикольно, что я сделал ужасный уровень в первый день 2.0, набравший более 100 тысяч загрузок, хотя там тот же геймплей стерео мэднеса, разве что музыку поменял и немного декор. В любом случае, в 2.0 я был почти нулевым креатором, который ждал фичер на свой уровень. И долгое время ничего интересного не происходило, но 13 декабря 2015 года я прошёл свой первый хардд демон, Теориус Криллекс. Да, на те времена он был хардд демоном. И после него я задумался пройти Суперсоник с сотым демоном. Если что, он был инсейном. Ну, инсейн демон. Я 100 демонов набирал ещё в 1.9, но мне сняли 37, и из-за этого я заново набирал, поэтому я и хотел, чтобы он был сотым. Но прошёл Суперсоник уже в феврале 2017-го, когда он уже считался, ну, где-то хардд демоном. А вторым хардд демоном являлся Теория Фэр Пауэр, который, как ни странно, у меня не хотел записываться. Я прошёл его около 20 раз тогда, ни разу не записался. И из-за этого я через 2 года решил пройти его тройную версию с пруфами, то есть пройти Теорию Фэр Пауэр три раза подряд. И мне удалось. После этого я решил ливнуть с Ютуба, а на тот момент у меня было подписчиков в 150, и изредка стал играть в ГД, так как почему-то не хотел. Хотя перед этим я хотел попасть в топ-100 по звёздам, но ждался, дойдя до топа 1500. И вот, камбэкнулся в мае 2017-м, с очередной попыткой сделать годный уровень, но опять всё не обвенчалось успехом. Я понял, что это бред, а не уровень. И через время удалил, не доделав его. Но в 2017-м году я не так сильно гнался за фичуром, как это делал ранее. Как минимум, пропал зависть к русским челикам, которые получали этот фичур. Где-то в сентябре я делал 2 своих уровня, и на оба забил через месяц, после чего решил стать демон слэером, играя на мобилке, а тогда пройти даже инсейн демон на Телефе считалось чем-то очень крутым. Ну и я взялся за галатик фрагилити и за Найт Эррорс. Поставив на одном 42% и 43-100, а на другом 73%, я бросил оба, и начал зачем-то тренировать блатбав, ведь хотел быть первым в мире, и считал, что его возможно пройти на Телефе. Но в итоге, за год игры, набрав 125 тысяч попыток, я сделал 34%, 42-75% и 52-90%. Конечно, попыток больше, чем должно было быть. Но тогда у меня почти не было скилла, сейчас бы я показал другие результаты за столько попыток, но всё равно бы не прошёл. Периодически я делал лаяуты и разговорные ролики, выкладывая на канал, и получал неплохие просмотры для своей аудитории. Также мог пройти за Ультимейт Фейс, поставив на нём 74%, но забросил из-за того, что купил себе комп, и начал играть там. А купил в январе 2019-го, также хакнул более года назад Донбасс. И это единственный уровень, прохождение которого мне приходилось подделывать, именно поэтому он имел очень слабые пруфы, сейчас же такого нет. Ну и последние два прогресса, сделанные на мобиле, это Еребус 76-100, не очень сложный прогресс, ну и Плазма Пульс Финал 71-100, а вот это уже было трудновато. И после всего этого, я пришёл к тому, что имею сейчас. Удачные стечения обстоятельств привели меня к отметке в 10 тысяч. Было бы неплохо, будь это не предел, поэтому можешь сапнуться. А на этом всё, с вами был Драндер, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.